но включиться и заработать. Случайно потеряла дату трансляции и запланировала её аж на период через неделю. Тут такое тоже бывает технически. Пока поняла, что у меня не так, прошло какое-то время. Ну что, мои дорогие, приветствую вас. Начинаем мы сегодня обсуждать очень интересную тему. Будем говорить про чтение. Причём будем говорить про чтение на индивидуальных занятиях. Я не знаю, как вы, но я очень люблю читать сама и очень люблю давать английский через чтение своим ученикам. Есть тип студентов, для которых это совершенно необходимое условие. И люди прекрасно получают результаты, когда работают по материалам письменным и при этом чувствуют себя очень неуверенно, если мы пытаемся заставить их работать через какие-то устные методы. Поэтому как способ введения материала я очень-очень люблю давать именно чтение. Но очень часто чтение может казаться слегка нудноватой формой работы, особенно если у нас с вами индивидуальное занятие. Вот в группе мы ещё кое-как можем придумать какое-то разнообразие, а при индивидуальных занятиях кажется, что как-то скучновато, да и плюс как-то стыдно, тратим время, вот студент молчит, а надо бы говорить, что же делать. И здесь надо придумать какой-то другой вариант, который будет увлекателен, но при этом мы будем решать те задачи, которые мы хотим решать. И я вот хочу с вами сегодня поделиться несколькими вариантами работы с текстами, которые я очень люблю. Они направлены на совершенно разные навыки, но всё идёт через чтение. Значит, поэтому рассказываю вам, как мы с вами будем, какими хочу с вами поделиться находками. Одна из моих самых любимых форм работы – это так называемый «close passage creation». Ну, то есть мы с вами знаем, что такое «close», когда у нас есть какое-то окошечко, когда мы должны его заполнить необходимым словом. Вот здесь такой же формат работы, только делаем мы его на основе текста. Подбираем короткий текст, который будет в себе инкорпорировать слова, которые мы либо дальше будем рассматривать, либо мы делаем revision. То есть мы слова изучали, теперь нам важно эти слова повторить. Я прекрасно сейчас такие тексты генерирую с помощью ЦУИ. Это действительно прекрасная находка. Мы можем туда вставить необходимую лексику и создать небольшую историю. Дальше. Маленький текст приготовили. Даём его студенту. Я, как правило, не беру тексты больше 100-150 слов. Вот 100 слов получается отлично. Отдаём его студенту и просим студента этот текст несколько раз прочитать. После того, как студент несколько раз прочитал, мы у него забираем текст, а вместо этого даём ему другой рабочий лист. В этом другом рабочем листе у нас представлен тот же самый текст, только некоторые ключевые слова затёрты. И задача студента вспомнить по памяти, что же это были за слова, и туда вписать. Получается прекрасный формат работы, особенно если вы выбираете коротенький текст. Он, с одной стороны, позволяет нам акцентировать внимание на каких-то словах, он позволяет нам проверить, запомнил ли студент правописание, он позволяет нам поднять концентрацию внимания, заставить действительно читать внимательно. И при этом совершенно несложно готовиться, может занимать минимум времени, потому что мы с вами легко можем варьировать размер текста и даёт действительно хороший результат. Что ещё мы с вами можем использовать? Очень любимое мной задание для маленьких, для юных студентов. Готовим небольшой текст. Опять же, чем меньше, тем лучше. Но текст должен иметь какой-то яркий образ. Это может быть какой-нибудь герой, какой-нибудь интересный монстр с описанием, либо какое-нибудь животное интересное с описанием, либо сами действия должны быть какие-то очень интересные. И даём нашему студенту задание прочесть историю два раза, потом текст забираем и даём задание нарисовать то, что человек прочёл, а потом описать полученную картинку. Получается замечательная история совершенно, потому что, с одной стороны, мы можем создать визуализацию текста, она помогает запомнить слова, она создаёт такой сенситивный опыт, когда мы подключаем сразу несколько каналов восприятия. Это не скучно, и малышей очень сильно увлекает. Поэтому запросто можем периодически такое задание давать, особенно когда мы чувствуем, что нам ребёнка нужно чуточку разгрузить. Следующее у нас из этого может быть вытекающее задание немножечко прокомментировать, что ты нарисовал, описать свою собственную картинку, описать, почему ты выбрал, допустим, такие цвета. Вот насколько это позволяет ребёнку, его уровень в плане речи. Что ещё мы с вами можем использовать из более таких стандартных вариантов работы, но тоже очень любимых? Compare and Contrast. Это очень важный навык, особенно для людей, которые планируют потом сдачу экзаменов, неважно международных или наших. Compare and Contrast. В чём суть задания? Мы берём тексты и делаем так, чтобы они были на одну тему, либо они были двумя версиями одного и того же сюжета. Такие тексты легко найти, если речь идёт о новостных статьях. То есть мы можем брать две новости, две статьи новостных про одно и то же событие. Либо мы можем сгенерировать два текста с одним сюжетом, внеся туда какие-то небольшие изменения. Дальше мы даём студенту оба текста, просим его максимально быстро прочесть. И после этого студенту нужно рассказать нам, как можно больше общих и различных моментов, сравнивая два текста. Очень простой вариант работы, но тоже даёт нам прекрасные результаты, потому что мы даём опору на текст, тренируем навык чтения, но одновременно мы с вами и тренируем навык устной речи, и тренируем навык логического мышления, связанного с вычленением ключевых моментов и их противопоставлением. Поэтому это действительно важный момент, который мы можем использовать. Что ещё я очень люблю? Я очень люблю давать диалоги на основе текста. Читаем маленькую историю, достаточно простую. Желательно, чтобы в истории было несколько героев, и чтобы в ней действительно было какое-то действие. То есть это должна быть не описательная история, а более событийная. И дальше, после того, как студент прочитал историю несколько раз, мы просим написать диалог, который мог бы происходить между двумя героями этой истории. После этого мы диалог проверяем, и дальше вместе тренируем, читая его по ролям. Как вариант, потом в дальнейшей практике возможно дать домой задание выучить этот диалог, после того, как мы его проверили и потренировали в аудитории. Четыре варианта работы. Видите, что все очень нехитрые, с минимумом подготовки для преподавателя, но при этом дающие хороший результат и превращающие навык чтения в комплексные навыки. Потому что для того, чтобы реализовать каждое задание, нам с вами будет одного чтения мало. Очень надеюсь, что идеи вам зайдут, понравятся, вы их потренируете со своими студентами. Ну а я буду ждать вас завтра. Мы, как обычно, будем говорить об электронных средствах и смотреть, что еще хорошего и полезного принесли нам цифровые платформы за неделю. Все, самого доброго и до скорых встреч. Пока-пока.